Землю сравнивают с сундуком с сокровищами, хранящим древние тайны с незапамятных времен, ожидающие своего открытия. В этом видео мы увидим некоторые археологические загадки, которые интриговали человечество во все времена. Номер один. Соколиный заповедник. Древние египтяне были настолько загадочным народом, что нам, вероятно, никогда не удастся разгадать все их тайны. Его ритуалы и место являются для нас загадкой, и эта загадка еще больше усугубилась с открытием в октябре 2022 года так называемого Соколиного святилища. Это необычное святилище, раскрывающее до сих пор неизвестные древние ритуалы и практики, было обнаружено во время плановых археологических раскопок в Беренице. Этот город когда-то был процветающим греко-римским портом, наполненным торговцами, и также известен как Береника Троглодитика. Археологические данные свидетельствуют о том, что святилище было создано где-то между четырьмя и пятью веками, когда город частично контролировался кочевой восточной пустынной культурой, известной как Блемяс. Гарпуны из статуи кубической формы, найденные в святилище, представляют собой особые подношения Блемясов и их верований. Соколиный заповедник получил свое название от пятнадцати соколов, которые были найдены похороненными внутри него, все вместе с яйцами, но, как ни странно, их головы отсутствовали. Для предания большей загадочности была найдена надпись, гласившая «Запрещается варить голову». Можно предположить, что эта надпись относится к головам животных, потому что альтернатива была бы жуткой. Номер два. Каменная маска. Девять тысяч лет назад доисторические обитатели земель вокруг горы Хеврон и Иудейских гор начали переходить от кочевого образа жизни к строительству поселений и возделыванию земли. В одном из этих поселений также была сделана каменная маска, и археологи полагают, что эти две вещи могут быть связаны. Предполагается, что маска была намеренно закопана, чтобы обозначить право собственности на землю, на которой был построен дом, поскольку в то время закапывание предметов для обозначения собственности было обычным явлением, хотя маски обычно не включались. Маски этого типа встречаются очень редко, это один из пятнадцати памятников в мире, которые, как можно доказать, относятся к эпохе неолита. Хотя это и не подтверждено, эксперты полагают, что маска могла быть слеплена с лица умершего человека. Поклонение предкам практиковалось в этом регионе во времена неолита, и посмертные маски были частью этих ритуалов. Несмотря на вес маски, вполне вероятно, что она была разработана для ношения на церемониях, поскольку по бокам у нее есть небольшие отверстия, через которые можно было пропустить веревку, чтобы прикрепить ее к лицу владельца. Пользоваться им, должно быть, было несколько неудобно. Номер три. Сокровища династии Мин. Поле битвы – хорошее место для поиска зарытых сокровищ, но проблема в том, что большинство крупных древних полей сражений уже идентифицированы и раскопаны. Однако это не всегда так. В 2017 году в Китае было обнаружено поле битвы эпохи Мин, произошедшее примерно 370 лет назад. На сегодняшний день на сайте представлено более 10 тысяч позиций. Специалисты до сих пор изучают найденные предметы, но одной из самых интересных находок является редкая золотая императорская печать. Считается, что он мог принадлежать наследнику одного из древних императоров Китая. Печать была найдена в историческом месте в Синьёу и датируется неспокойным периодом китайской истории, когда династия Мин пала и возвысилась династия Цин. Печать представляет собой золотой прямоугольник размером 10 на 3 сантиметра, украшенный сверху черепахой, и, вероятно, единственная когда-либо созданная в своем роде. Считается даже, что он мог попасть в руки Чжан Синьчжуна, лидера повстанцев, известного как «желтый тигр», который возглавил восстание против империи Мин. Номер 4. Обнаружение древнего черепа. Возможно, вы слышали о древней медицинской практике трепанации, которая представляла собой способ уменьшить давление на мозг путем сверления или вырезания отверстий в черепе. В ноябре 2022 года археологи турецкой провинции Ван с удивлением обнаружили трепанированный череп. Их удивил не столько тот факт, что череп был трепанирован, сколько то, что ему было 3200 лет. Мы знаем, что эта часть Анатолия была заселена в эпоху неолита, и что люди, жившие там, были относительно развитыми для своего времени, но ранее никогда не подозревалось, что они способны осуществлять такого рода вмешательства. Основываясь на том, что по краю кости имеются признаки заживления, ученые полагают, что владелец черепа пережил трепанацию, которая не была частым явлением. Историки полагают, что трепанацию проводили только в отчаянных обстоятельствах, но древние врачи считали, что ею можно лечить травмы головы, головные боли и даже заражение злыми духами. Мы никогда не узнаем наверняка, почему получатель этой трепанации подвергся этой процедуре, но, по крайней мере, похоже, что он выжил, чтобы рассказать эту историю. Номер 5. Ледяные сокровища Железного века. Горы Лапландии, Норвегия, тают и при этом обнажаются объекты, которые веками были покрыты снегом и льдом. В апреле 2022 года археологи из следующей горы обнаружили прекрасно сохранившуюся сандалию Железного века в остатках конского ледника. Его нашли вместе с пока неопознанным фрагментом другого текстиля, древками стрел, свинцовым кормом и древним конским навозом. Весьма вероятно, что эта часть ледника в Железном веке была горным перевалом. Эта теория была практически подтверждена открытием нескольких пирамид из камней вдоль оптимального маршрута через горы. Эта обувь является наиболее личным из предметов, найденных в этом регионе, и, вероятно, была изготовлена где-то между II и III веками. Знатоки утверждают, что это обувь типа коробатин, сделанная из цельного куска кожи, перевязанного кольцами, расположенными на своде стопы. Странно то, что он был обнаружен на высоте более 10 000 метров над уровнем моря, в месте, которое даже в то время было бы покрыто льдом. Кто вообще мог подумать, что такая обувь подойдет для передвижения по ледникам? Номер 6. Забытый древний город. Наше следующее открытие произойдет в июне 2022 года, и это отличная находка. По сути, это целый забытый город. Город, которому 3400 лет, недавно появился на берегу реки Тигр и был затоплен во время строительства Масульской плотины в Ираке в 1980-х годах. Каким-то образом существование города было проигнорировано или не опознано, когда оно было обнаружено. Археологи говорят, что город был построен во времена расцвета Древней Метанийской империи. Это был не просто город, а место огромной важности. Мы знаем это, потому что здесь есть несколько крупных административных зданий и большой дворец. Некоторые историки полагают, что это мог быть древний и легендарный город Захику, который, как известно, был одним из самых важных во всей империи между 1550 и 1350 годами до н.э. Город останется доступным только на время нынешней засухи, а это означает, что эксперты на местах должны работать быстро. На данный момент они нанесли на карту все крупнейшие районы города и определили крепостную стену с башнями, обширные складские помещения и то, что могло бы быть промышленным комплексом. Они также нашли пять керамических сосудов, содержащих более ста кленописных табличек, хотя перевод текста, вероятно, займет много времени. Номер семь. Место банкетов Железного века. Приготовление еды было общественным занятием в Англии в Железном веке. Это можно увидеть по размеру котлов, которые были найдены на месте бывшего банкетного зала в Гленфилд-парке, Лестершир, в ноябре 2017 года. Это место было исследовано археологами перед строительством большого коммерческого склада и дало несколько интересных результатов. Кажется, в Железном веке здесь было небольшое поселение, но о его существовании никто не знал, пока не пришли археологи. Команда обнаружила ограждения, столбы, канавы и развороты в самом северном конце планируемого участка застройки, а также доказательство того, что это место оставалось заселенным во времена Римской империи на Британских островах. Этот район особенно богат древними изделиями из металла, в том числе брошами, роговыми шапками, булавками и, конечно же, этими одиннадцатью металлическими котлами. Это лишь второй раз, когда несколько котлов Железного века находят вместе в Европе, и это, безусловно, самое большое количество. Котлы располагались в круглой траншеи вокруг здания, после чего траншея заполнялась, что, возможно, означало окончание церемониальных мероприятий на этом месте. Номер восемь. Древнегреческий шлем. Не все древние воины покидали поле боя со своим шлемом, некоторые остались позади случайно или похоронены. Не все из них исторически примечательны, но этот греческий бронзовый шлем примечательен. Это потому, что ему 2500 лет, и он был найден в российском районе Тамани, вдали от того места, где должен быть такой объект. Единственный подобный шлем, появившийся ранее на территории бывшего Советского Союза, был найден в XIX веке под Киевом. Этот шлем коринфского стиля не похож ни на что ранее найденное в северном районе Причерноморья. Изображение подобных шлемов вы встретите на многочисленных греческих сосудах, а также на статуи Афины, но реальные примеры в мире встречаются гораздо реже. До сих пор ведутся споры о том, использовались ли они в военных или церемониальных целях. Шлемы похожи на куб и серьезно ограничивают обзор и диапазон движений любого, кто их носит. Узкие прорези для глаз не позволяли смотреть влево или вправо, поэтому в боевоинам, находящимся в них, пришлось бы столкнуться с врагом лицом к лицу. Номер 9. Щиты из коры Железного века. В 2015 году археологи сделали открытие, которое считается уникальным в европейской истории. В Лестере, Великобритания, были обнаружены несколько щитов из коры, датируемых периодом с 395 по 255 год до н.э. во времена Железного века. Хотя кора не считается достаточно прочной, чтобы выдержать бой, исследования щитов показали, что они повидали множество боевых действий. Даже после того, как их выбросили, они выдержали испытания временем и были похоронены в колодце, используемом для паения скота. Попытки воссоздать щиты еще больше удивили ученых. Они обнаружили, что они невероятно прочны и отражают стрелы и удары оружия. Кроме того, они были легче железных и идеально подходили для боя. Номер 10. Свитки Мертвого моря. Почти каждый слышал о свитках Мертвого моря. Но что вы о них знаете? Знаете ли вы, например, что они были обнаружены случайно и что кто-то однажды пытался продать их в секретном разделе газеты? Знаменитые свитки были найдены подростками-бедуинами-пастухами кос в древнем городе Кумран в Израиле в 1947 году, спрятанными в пещере на берегу Мертвого моря. Понимая, что кожаные свитки могут иметь большое значение, пастухи продали их местному торговцу антиквариатом, который связался с экспертами и обнаружил, что им более двух тысяч лет. Это спровоцировало безумные исследования и, в конечном итоге, открытие более 800 рукописей. Коллекция была разделена и продана по всему миру, в том числе через рекламу в Wall Street Journal в 1954 году. Происхождение текстов загадочно, но считается, что они были написаны набожной еврейской секторой, известной как Есей, около двух тысяч ста лет назад. Внутри них находится старейшая известная рукопись Ветхого Завета, включая сочинения, которых нет в официальной версии книги. Примечательно, что один из свитков написан медной пластиной и, похоже, подробно описывает местонахождение огромного древнего сокровища, которое охотники за сокровищами ищут и по сей день. Номер 11. Лафуэнти Магна. Лафуэнти Магна – это большой каменный сосуд, напоминающий чашу для возлияния, случайно обнаруженный фермером возле озера Титикака в Боливее в 1958 году. На Лафуэнти Магна красиво выгравированы антропоморфные персонажи и зоологические мотивы, которые считаются характерными для культуры время. Удивительно, но на артефакте изображены два типа письменности. Один – местный язык древней Пукара, предшественников цивилизации Теоанака, а другой – древний проташумерский алфавит, датируемый пятью тысячами лет. Артефакт иногда называют «Розетским камнем Америки» и является одним из самых спорных объектов в Южной Америке. До сих пор ученые все еще пытаются расшифровать текст Фонтана Магна. Номер 12. Свинцовый саркофаг собора Парижской Богоматери. Свинцовый саркофаг собора Парижской Богоматери, также известный как Парижская Богоматерь, был обнаружен во время реставрационных работ после разрушительного пожара 2019 года. Под нефом собора были обнаружены два загадочных саркофага, и после нескольких месяцев расследования были обнаружены подробности, а были обнаружены похороненные в них люди. Считается, что в первом саркофаге находится прах первосвященника Антуана де Лапорта, а во втором – останки неизвестного человека по прозвищу Лакавольер, предположительно, всадника. Хотя эти открытия проливают свет на историю людей разных эпох, еще многое предстоит узнать об их жизни и исторических последствиях. Расследование показало, что Антуан де Лапорт вел малоподвижный образ жизни с признаками злоупотребления едой и алкоголем. Его королевское захоронение предполагает аристократическое наследие. С другой стороны, второй саркофаг, в котором находится кавалер, представляет заметные различия, указывающие на то, что эти люди жили в разное время. Обнаружение этих саркофагов добавило новую главу в историю Собора Парижской Богоматери и вызвало интерес к жизни и обществу похороненных внутри. Археологические исследования продолжают раскрывать все больше подробностей об этих исторических личностях и их связи с богатой историей Собора и города Парижа. Номер 13. Свидетельство о смерти Иисуса. Туринская плащаница представляет собой небольшой кусок льняной ткани, на котором виден отпечаток лица Иисуса, как на негативе на пленке. Религиоведы полагают, что плащаница обернула тело Христа после его смерти, поэтому на ней запечатлелось его лицо. Плащаница впервые упоминается в 1354 году и быстро стала одним из самых легендарных религиозных артефактов в мире. Он хранится в Королевской часовне Туринского собора на севере Италии с 1578 года, однако он весьма спорен, поскольку испытания 1988 года показали, что он появился в Средневековье примерно через 1200 лет после зарегистрированной смерти Христа. Недавно Барбара Фрали, исследователь секретных архивов Ватикана, утверждает, что на плащанице были обнаружены следы письменности, что делает ее своего рода свидетельством о смерти. По словам Барбары, фрагменты слов, обнаруженные на плащанице, были написаны на греческом. Иврите и латыни и гласили что-то вроде «Эта плащаница была возложена на Иисуса из Назарета». Эта информация исходит непосредственно от человека, который работает в Ватикане. Номер 14. Гримуар черной магии. Гримуар черной магии – это именно то, на что он похож. Древняя книга черной магии, датируемая 1421-1521 годами. Однако ни один историк не пришел к единому мнению, когда было опубликовано первое издание. Эксперт Оуэн Дэвис говорит, что первое издание стало доступным в 1702 году, но другие, более консервативные ученые предполагают, что оно было написано в XIX веке как своего рода мистификация. Все, что мы знаем, это то, что гримуар черной магии, также известный как Великий гримуар, в лучшем случае расплывчат. Вступительная часть состоит в том, что она, вероятно, была написана человеком по имени Антонио Бенитис Анна Доробина и почерпнула большую часть информации из оригинальных сочинений царя Соломона. Многие из заклинаний черной магии в книге являются вариациями ключа Соломона или красного дракона. Так какое же отношение книга черной магии имеет к Ватикану? По слухам, оригинал хранится где-то в архивах. Мы не знаем, правда ли что-то из этого, но именно так говорят некоторые источники, и, учитывая, что в архивах Ватикана хранятся почти все соответствующие религиозные тексты мира, это не было бы большим сюрпризом. Имеет смысл держать в секрете книгу, которая якобы может вызвать Люцифера и дать возможность заключить сделку с дьяволом. Номер 15. Цифры Акамбара. Фигуры, интригующая археологическая находка, обнаруженная Вальдемаром Джоулей, прудом, немецким археологом-любителем, Вакамбара, Гуанахуата, Мексика. Эти фигурки состоят примерно из 33 тысяч крошечных керамических изображений, которые бросают вызов традиционным представлениям об истории и археологии. Рут утверждал, что фигурки напоминали динозавров, что вызвало споры и споры по поводу их подлинности. Некоторые считают эти цифры анахронизмом и ставят под сомнение сосуществование людей и динозавров. Однако скептики указывают на отсутствие официальных археологических раскопок и надлежащие документации, что вызывает сомнения в достоверности находок. Споры также сосредоточены вокруг мотивов и тактики руда, предполагая, что эти цифры могут быть современной выдумкой, подтверждающей драматическое повествование. Фигуры Акамбара поднимают вопросы о взаимоотношениях между людьми и динозаврами, но отсутствие прочной научной поддержки и официальных исследований подчеркивают необходимость более строгого археологического подхода для оценки их подлинности.